Здравствуйте, Елена Юрьевна. Здравствуйте, Юрий Николаевич. У меня к вам вопрос. Спасибо. Я рад вашему разрешению записать нашу удаленную консультацию по скайпу в записи для остальных коллег. Я рад, что вы научились за 5 секунд включать демонстрацию своего экрана. Оказалось, это не сложно. Оказалось, все отлично. И мы имитируем ситуацию, как будто сидит ученик и учитель рядом. Согласна. И смотрят на один экран. Закройте крестик скайпа. Закройте окно чата, чтобы пока не мешалось. Спасибо, что вы им пользуетесь. А теперь я понял у вас вопрос по работе со взаимным оцениванием проектов. Да, я не знаю, какое окошко зайти, чтобы увидеть работы других людей. Спасибо. Это был первый вопрос. Посмотрите с левой стороны. У вас на треугольничек написано «Тема 1», «Тема 2». Да. А вам нужно попасть в контрольно-измерительные материалы по треугольничку. Вот так. По треугольничку. Ну, вы нажали по всей ссылке. Ничего страшного. И в нем кейс. Нет, ниже. В нем. Итоговый кейс. Вот так вот. Вот так вот. Давайте отработаем еще это действие. Вот в блоке «Навигация» по этой стороне, еще чуть ниже опустите, видна структура курса. Да. Для учеников это тоже бывает сложно. Какая-то каша, где-то все лежит. Вот нажмите по треугольничку по теме 1 для закрепления. Тема 1 по треугольничку. Да. И вот она показала структура, и внизу кейс 2. Сверните эту тему 1 по треугольничку. Отлично. То же самое тема 2. Вот так вот, не бегая по всему курсу, можно видеть структуру, все элементы. И тема 3 для закрепления. Я закрываю 2, открываю 3. Да. На зачет. Отлично. Закрыть. Зачет сдали. Ну, и еще раз на зачет. Откройте КИМ по треугольничку. Он у меня уже открыт. Ну, свернуть и развернуть. Хорошо. И развернуть. Чуть ниже прокрутите колесиком. Ниже. Это чуть-чуть ниже. Обратите внимание, что итоговый кейс тоже включает треугольничек. Что же там внутри? Моя работа и проекты участников на оценку преподавателем для оценивания. Вот. То есть, внутри есть два пункта. Ваша работа, которую вы уже сдали. И итоговый кейс. Вот проекты участников тоже вы видите, но вам это не надо. Это тем, кто не разместил. Вы разместили свой проект. В итоге кейс вы успели. Ну, а по итоговому кейсу есть у вас вопросы? По итоговому кейсу нет. Я хотела бы просто теперь прочитать и оценить работы других участников. Вот это для меня оказалось недоступно, потому что я не знала, где это увидеть. Понял. Ну, покажите, как вы поняли интуитивно порядок работы в итоговом кейсе. Откройте, пожалуйста, итоговый кейс. Да, можно прямо отсюда. Вот он грузится. Итак, вверху мы видим фазу. Да. И она скоро, она сегодня закончится. В 10 вечера. Да, 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 да. В 11.55. Да. Не слишком ли жестоко? Нормально. Нормально. Заставляет бодриться. Дело в том, что следующая фаза оценивания, мне как преподавателю нужно провести, выбрать стратегию, стратегию согласования, увидеть разные мнения и выставить итоговую оценку. Поэтому мне тоже нужно время, чтобы вы были в курсе. Ну, давайте посмотрим чуть ниже. Так, ваша работа, треугольничек открывается, представленная. Ну, если бы вы забыли, где ваша собственная работа. Да, инструкции по оценке. Ниже дальше, что вы видите? А, вот куда я должна была прокрутить. Я вижу работы, представленные для оценивания. Вот, и розовым цветом. То есть вы еще не оценили. Кирилл Петрович с нетерпением ждет. Ждет. Он переживает, ночь не спит. А Елена Юрьевна не торопится. Это я, да. Юрий Николаевич, вот когда у нас была инструкция по итоговому проекту, там было написано, что мы должны оценить не менее двух работ. Да. А здесь выставлены четыре, и моя в том числе. Вот хочу тоже уточнить. Хороший вопрос. Вот я чувствовал, что это не все, что вас будет. Да, интересует, да. И других коллег тоже. Они услышат нашу встречу. Хорошо. Значит, себя оценить это не обязательно, но желательно. Самокритик это ценное свойство личности. Некоторые коллеги, я уже вижу, себя оценивают по максимуму, а некоторые нет. И это интересно. Это еще не окончательная оценка, но это интересно заставляет обучаемого задумываться по отношению к себе, по тем же самым критериям. Научись оценивать себя, а потом берись за оценку других. Второй вопрос, как оценивать остальных, вы знаете? Ну, там прописаны основные критерии оценки по каждому из этих критериев, мы выставляем балл из предложенных. Там есть вопросы? Вот нажмите по Кириллу Петровичу оценить чисто для просмотра, без оценки. Вы правильно поняли, что нужно скачать его файл. Или вот он сюда его вставил целиком. Ага. Вот он сделал более даже удобно для чтения. Надо скачивать, сразу все видно. Для вас это удобно. Удобно. Некоторые представляют только файл. Хотя некоторые коллеги ничего не представляют, написали две фразы и думают, что это проект. Это неправильно, но надеюсь, коллеги подправят и оценят такой проект. Все, дальше мы не читаем, обратим внимание на завершающую. Да, вот, на завершающую. Кстати, при вставке из буфера Word сюда картинки не вставятся. Да, кстати, у меня есть одна схема. Вот, а в файле, который вы представляете, там можно сделать все. Ниже, ниже, ниже. Итак, вы выбираете оценку по 25-бальной шкале. Ну, потому что их 4 в сумме дадут 100. Как бы 100% и 100 баллов хорошо у нас воспринимаются. И более гибкая, чем 5-бальная. Или вообще еще хуже зачет, не зачет. Зачет, не зачет. Ну, вот, я выбрал такую шкалу, мог бы другую. Вот вам просто ввести число. Есть ли сложность с этой шкалой? Нет. Ну, я думаю, каждый, даже гуманитарий в уме поделит на 5 равных частей 25 баллов. Да, да, да. И все, что выше 20, это пятерка. Комментарий писать не обязательно, но... Можно, не возбраняется. Можно. Ваш рецензируемый коллега будет счастлив, если вы напишете ему умница или что-то такое. Хорошо. Ну, то же самое и у ученики, если это будут ученики. Им будет приятно. Все, значит, да, и в конце будет общий итоговый отзыв. По всем четырем. И когда вы нажмете «Сохранить», то поменяется цвет вот этой кнопочки. Кирилл Петрович будет счастлив. Он будет вам благодарен всю жизнь, я вас уверяю. Хорошо. Он вас запомнил. Если его ожидания по поводу его оценки совпадут с моими оценками. Даже если не совпадут, но вы же оцените его объективно. Это самое дорогое. Постараюсь быть объективной. Спасибо. Еще есть вопросы? Спасибо, Юрий Николаевич. Нет, все очень доступно. Спасибо. Понятно. Итак, вы сдали несколько зачетов. Я приобрела навыки и компетенции. Вы сдали зачет на самое главное, на готовность к социальному конструкционизму. Помоги себе. Нет, помоги другим. Вот вы сейчас помогаете другим. Помогая себе. Да. Вы помогаете себе. Вот это вот теория Годского, Пиажей, других ученых, педагогики. Мне очень близко. Помогая только себе. Вот я хочу быть отличником, а остальные мне не важны. Это называется конструктивизм. А конструкционизм, тут есть вот тонкость. Она социальная всегда. Структура отношений. Мы в группе работаем, мы где-то переоцениваем, мы где-то глазки строим, на самом деле мешаем мы этим самым. А вот помогая объективно, мы делаем себя сильнее. Спасибо вам, Елена Юрьевна. Спасибо огромное. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok